Добрый день. Сегодняшняя коллегия первая после проведённой масштабной реорганизации проекта. Надеюсь, что оптимизация исполнительной власти послужит повышение эффективности вашей, нашей общей работы. И просил бы оперативно провести все необходимые изменения, правовые акты, включая нормативную базу деятельности, территориальных подразделений ваших ведомств. Как то же, что сказал председатель правительства, проводимая административная реформа самоцелью не является, если вы это рассматривали как средство, как способ достижения важнейших задач в экономической и социальной сети. Теперь давайте сразу же остановимся на этих самых задачах, в реализации которых ваше ведомство призвано сыграть ведущую роль. В прошлом году мы получили неплохие экономические результаты. Валовый мусорный продукт в стране вырос более чем на 7%, 7,5%. Инфляция не превысила правилозных ожиданий. Важно еще показать, капитализация отечественного фондового рынка достигла неплохого для России на данный момент ее развития уровня 250 миллиардов долларов. Однако вклад в Россию в мировой ВВП, хотя и несколько возрослых, но остается пока крайне низким. Темпы роста, а тем более структура нашей экономики не могут нас удовлетворить. Очевидно, что сегодня нужны механизмы, способные обеспечить интенсивный и качественный рост и подъем экономики. Позволить нам достичь решения таких задач, как кардинальное увеличение ВВП, резкое уменьшение масштабов бедности. Конечно, еще и добиться повышения плодосостояния и качества жизни города России. На чем в первую очередь, как мне кажется, предстоит сосредоточиться. Первое. Необходимо не только сохранить, но и прочие позитивные махаритарные качества. Последовательно избегать инфляцию, поддерживая устойчивый валютный курс и создавая условия для полной инвертируемости рубля. Я хочу сказать вам слово благодарности за ту работу, которая была продержана в предыдущие годы. Вам удалось справиться вместе с Центробанком с этой задачей. Хотел бы здесь обратить ваше внимание. Первое. Адекватная макроэкономическая политика остается важнейшей регулирующей функцией государства. Однако объемы прямого административного вмешательства в ВВП, конечно, как мы с вами многократно уже об этом говорили, должны сокращаться. Сегодня, несмотря на все меры по демореквартизациям, такое вмешательство еще чрезмерное. Необходима и оптимизация объема государственной собственности. Во всяком случае, она не должна быть источником благосостояния тех, кто в ней управляет административного государства. Готов еще раз сказать, государство должно управлять только тем имуществом, которые необходимы ему для реализации властных, личных полномочий, для обеспечения безопасности и обороноспособности страны. Второе. Очевидно, что только диверсифицированная, разнообразно развитая экономика может быть устойчивой на долгосрочные перспективы. Надо отправляться от отживающих и отживающих своих неконкурентоспособных проектов, создавать экономическую среду, восприимчивую и к инновациям и к новым технологиям, среду, которая позволит России занять достойное ее место на глобальном рынке. Далее. Одним из базовых инструментов модернизации должен стать федеральный объект, потому что за основу его формирования должны браться долгосрочные приоритеты развития страны. Не проблема развития нужно покорять фактически, а цифры считать задачи развития. Надо вплотную заняться реформированием всей бюджетной сети, ведь гарантированное выполнение государства в своих обязательств возможно лишь при сбалансированной бюджетной системе. Это важно в том числе для формирования эффективной социальной политики, политики, которая, конечно же, способна стать действенным фактором экономики из Беларуси. Очевидно, что система льгот, как мы уже неоднократно об этом с вами говорили раньше, и с безадресной, и размытой, должна стать более справедливой. Ведь многие люди годами не имеют никакой поддержки. Эта поддержка должна быть ориентирована на тех, кто действительно нуждается в социальной помощи. И в этой связи надо также подумать о механизме трансформации заявленных по политическим мотивам и неисполняемых горами бюджетных мандатов в денежные выплаты. Причем выплаты адекватные этим годам по размеру и с социальной точки зрения распределяемые справедливо. Далее. Мы обязаны довести до конца налоговую реформу. Перехожу к очень важной сфере вашей деятельности. Условия налогообложения должны быть равными для всех предприятий, работающих в одной сфере. А налоговая система в целом должна быть не обременительной для них. И, наконец, крайне важно, чтобы после завершения реформы основные компоненты налоговой системы не пересматривались на новом уровне. Замечу, что налоговая реформа – это один из инструментов боевых бедности. Именно через адекватную налоговую систему мы можем обеспечить повышение уровня оплаты средств, а также исключить серые схемы выбора денежного вознаграждения. Очень важно стимулировать дополнительные инвестиционные непутыния граждан. Причем, выполняя эту задачу, вы должны предложить нам такой вариант ее решения, при котором особое внимание государства и приоритетная помощь с нашей стороны была бы оказана гражданским низким уровнем дохода. Чтобы мы с вами решали одновременно и другую.